Привет, зрители. Я не помню, когда я ела на камеру, но я вдруг внезапно решил поесть. Хоть это не полноценная еда, потому что я сначала пообедала, потом отвлеклась, а потом вспомнила, что я чаю-то не попила. И пока я собиралась поесть чаю с творогом, с самопальной сгущенкой на основе козьего молока, которое я вчера делала в этой медленоварке, тут еще немного творога козьего, у меня кошка прискакала, и она у меня такая, дай типа творога, дай творога, ну я, короче, ее кормила практически с руки. Тут у меня чай. Тай, пин, хоу, куй. Буква кэ. У, и, и. Кратко я хотела сказать игрок. А не то, что вы могли подумать своим извращенным мозгом. Происхождение чая Китай, хоу, кэн. Дух чая. www.duh.chaya.duh-chaya.ru Сделано 20 февраля этого года, и 20 февраля следующего года живет долго и счастливо. Я только паниковала, что у меня как-то Сбербанка-виза как бы в 0,6 этого года заканчивается, а она, оказывается, до 0,6-го, 24-го года, а 24-й год еще не настал. Но не лох ли я? Вообще, это как бы тарелочка, нижняя жопка от Масленкин. Но вот как-то у меня она досталась из шкафа. Возможно, у меня тремор, я сегодня не выспалась. Утром гоняла до сада открыть парники, хотела приехать полежать, но что-то как-то вот... В душик залезла, башка помыла, как-то взбодрилась чаю, штук 5 чашек выпила. Ну, в общем, еще что-то делала, и как-то я забыла полежать. Думаю, ну ладно. Хотела полежать, потом СМР записать, даже приготовила все. А, вот что, меня клюнуло в одно место, что надо, раз теплая погода, понемножку собрать те вещи, которые по какой-то причине вовремя не уехали на машине с родной деревни. Так вот, потом мне вроде как, точнее вот перед тем, как включить камеру, я залезла в почту и обнаружила, что мне спустя месяц с хвостиком внезапно ответили вроде как согласием на сотрудничество. Уж не знаю, случится или нет, но если случится, то грядет на канале много всяких мунбангов. Так вот, я хотела записать СМР, даже все приготовила, попутно там собрала вещи, которые я уже месяца полтора-три пытаюсь в одно место снести. И что-то в итоге, думаю, блин, надо сначала поесть. А потом уже посмотрю. Так вот, у меня тут творожок. Я думала, что я литр наняла, но, видимо, там было чуть меньше. Плюс из-за того, что кузье молоко, оно позавчерашнее получается. О, густое же, жирное, ну, в общем, там еще пенки случились, оно прямо вот как карамель вышло у меня. И так как оно меньше литра, ну, и это эксперимент, то вот уж как вышло. Вышло по цвету, как карамель, которую продают, вот, жидкую. Или как вареная сгущенка. Ну, вкусная, короче. Я уже, по-моему, второй раз сегодня в чайнике завариваю этой тайпин. Я что-то вдруг не прониклась и поняла, ну, выпью его и нахрен. Обзор чая, который уже полтора года, как собираюсь записать. Какая-то фигнюшка. Остатки был и роскоши этого самого, своей чайной коллекции. Решила без него, потому что он-то у меня раньше в коллекции, по-моему, вообще не был. Я тут это снимаю как бы зеркально. Я не помню, как я обычно снимаю, но тут я что-то увидела, что у меня сбоку окна нет. А оно как-то там себе в камеру вот так рукой машу, понимаешь, что рука меня вот с этой стороны отображает. Я думаю, что-то не то. Зашла, там написано «включить зеркальное отображение». Я думала, у меня всегда было зеркальное отображение или нет. Так вот, это вот первый ролик, который я смонтирую нормально. Не тестово, хрен знает как, сляпала. И вот вам. Я осознала заставками. На своём планшетике, который я ещё не обозрела. Ну, в смысле, обозрела, но ещё не смонтировала. Ну, как-то руки у меня не дошли. Я думала, СМР за хреначу. И на нём смонтировал, выложил и буду дальше продолжать. Начала вчера перевод Тамуры. Я потом подумала, во-первых, на СМР никто платно не подписывал. Во-вторых, у меня товарищ Кун проделал подписку на хавчике. Благодаря чему я заказала себе чехольчик. Он уже пришёл. Бабло мне придёт. Надеюсь, не гусе вечера, а пораньше. И я съезжу на велике, заберу этот чехольчик. Такое ощущение, что мне надо было сделать что-то кисалат к супу. И сразу поесть. Но, с другой стороны, мне надо съесть этот творог, потому что он ещё с прошлого приезда. И он у меня был в морозилке. Но я на днях его достала. Но часть съела. Часть лежала. И как бы, если сегодня я его не съем, то завтра из него только запеканку делать. А мне запеканку что-то неохота. У меня ещё в морозилке есть немного запеканки. Замороженное творожное. Я как-то беру кусочек там, на по кускам разрезанное, беру кусочек, сую в микроволновку, размораживаю. У меня десерт готов. Ох, кошка. Это как бы домашнее платье. Хотя оно от стирок выцвело. И уже, наверное, не совсем домашнее. Ну, если кто-то считает, что оно не домашнее, в смысле домашнее, оно не платье. Какие-то шумные люди. Я даже не знаю, что вам посоветовать, если вы так считаете, короче говоря. Ну, можете сказать об этом в комментах. Во-первых, вы сделаете движ на канале. Во-вторых, я вам поставлю сердечко. Я его сейчас... Вот так. Ну, а в-третьих, я не знаю, выговоритесь. Я еще свой первый заказ после обзорного в аптеке апреля оформила и даже оплатила остатками денег, которые у меня были на карте. Я же 10 тысяч должна своим родственникам за планшетик-то. Ну, и бабло убрала. Мне половину на облак отдать, половину мне разрешили в июне отдать. Ну, у меня остались какие-то там рубли. А, у меня были... Мне были спасибо от Сбербанка, которые то накапливаются, то не накапливаются. Ну, в смысле, то идут, то не идут. Я думала, когда я на Алиэкспресс заказала за 6 лишним насадку для DJI, мне там баллов накапают с этого спасибо. А нифига. Ну, короче, у меня было там 283, что ли, этих баллов. И раньше можно вроде было их конвертировать, в рубли, а сейчас нельзя. Сейчас можно конвертировать, только если там возместить на плату какого-нибудь мобильного телефона. Ну, в смысле, на мегафон кинутого. Ну, я сконвертировала. Рубль равно 0,75 балла. У меня какие-то копейки вылили, в смысле, в рубли. Смотрю, что-то они мне сегодня перевели остатки моих этих конвертированных баллов. У меня на 290 с чем-то заказ в аптеке. Ну, там перекись водорода, магия, сульфат, в порошке. Потом этот самый, блин, спирулина в таблетках, которые я всё-таки решила наказать в этой аптеке. Я думаю, деньги прошли. Сейчас попробую оплатить. Вот как раз после этого я узнала, что у меня карта виза ещё целый год юзабельна. Это уж я думала, придётся какой-нибудь другой банковской системе делать виртуальную карту за оплату в интернете. Вот у меня с прошлого раза, ну, вчера, короче, 3 полутора литровых, грубо говоря, сколько это, 4,5 литра молока я вчера привезла, кузева. А творога там что-то особо не случилось, мне просто как бонусом дали творога, горсточку заходят. И тот творог более сухой, а этот, он более мягкий, и там вот кусочки сливочного масла кузева проскальзывает. Так прикольно этим кремом идёт. Так вот, вчера я вроде как более-менее выспалась в 8 часов, и я просто спала. Правда, потом приехала, и вроде не особо сильно и устала, но в итоге меня где-то в 4 с чем-то срубила на 2,5 часа. В 7 часов я или саму себя подняла и сварила себе картофель. Хотела сначала очистку сделать, залила водой, поняла, что меня вырубают. Думаю, сейчас полежу полчасика, она 2,5 часа срубилась. В итоге очистила эту картофель, сварила. у меня там какое-то речо было, самопальное, родственниками сделанное мне, ну, как бы делали, до всех мне дали манушку. Ну, у меня стояла долго в холодильнике, ну, что хоть это такое. Пришёл ко мне родственник, я говорю, слушай, ты мне говоришь, давала, что это такое речо? Я говорю, а куда его? Говорит, ну, можешь, картошка там, ещё куда-то. Ощи делала, рис, мясо, ну, свиной на кости называется, вот эти коробочки рагу. Короче, делала как бы рис с перцем и мясом, но у меня что-то риса оказалось мало, а перца много. Получился перец с рисом. И я туда думаю, блин, помидорку бы какую, вроде морозилки уже помидорок нету. И вспомнила, что у меня есть эта баночка, и туда фига, как это вкусно вышло. В моём последнем отзыве на Алике, где я снова начала писать отзывы спустя 6 лет, как раз вот фоточки есть того, как я собиралась готовить этот риск, перец, мясо. Там, правда, фоточки нет, когда я уже работу на сунула. Но там есть фоточка, как я собиралась вчера делать на кузьмолоке сгушёнку, которая вот тут. Так вот, я пикакнула в картошку, этого реча там ещё на раз осталось. И так чё-то стрескало, с радостной. Думаю, ну, понимаю, ой, блин, а я же есть хотела. У меня последние 4 дня такая странная ситуация. Пару раз за сутки поем, утром и вечером, как бы нормально. Но когда я вчера начала есть вечером, вдруг поняла, что я хочу есть. Но когда я сегодня вдруг сидела-сидела, и у меня так это живот буртнул, сказала, ну, чё, жрать-то вообще, когда бом, супу налила, поняла, что я и правда хочу есть. Утром-то я только чашку кота с порошком и вот со сгущенкой фигахнула. У меня там ещё в морозинке с прошлого приедут творог есть. Тоже вот этот, мягонький такой. Ну, и сирен морозится. Вот, наверное, мне надо было прожрать на камеру. Уже пишутся у меня, да? С этим творогом. С отбышоночкой. У меня, короче, вышла вот эта банка. Ну, как, он стал закипать. Я думаю, блин, оно уж так конкретно буркает. Можно было, конечно, на подогрев отправить, но уже было поздно. Там оно, чтобы 9 часов было, должно было быть где-то около половины 12. Думаю, блин, я не досижу. И вырубила. Ну, плюс оно стало буркать, и я не ровно отмеряла этот литр. И такого уже цвета карамельного стало. И вчера я в итоге что-то еще пару аниме посмотрела, которые уже вышли уже дни 10, как серия Анкуинги. что-то еще попыталась почитать. В итоге вроде, ну, как-то я вырубилась, потом проснулась, потом снова вырубилась, потом проснулась. И уже проснулась окончательно по будильнику. Мне еще напоминание не забыть про сад. Ну, и, короче, я не выспалась. Я уже так, я вышла на улицу так, свежо, тепло, в куртяхе поверх футболки. Потом куртях усняла, поняла, что жарко. И сада еле доползла. В смысле доехала? Думаю, сейчас приду домой, чаю попью и усну. И вот как-то пока никак. А где-то ночи три назад, наверное, или две, фиг знает, я что-то лежала, так читала, и человеку приспичило пообщаться в два-то ночи. У него-то утро, а у меня-то два-то ночи. И мы с двух до пяти практически общались. Я так поняла, что человек еще бы пообщался, но, блин, во-первых, я хотела спать. Во-вторых, я вторую неделю пыталась вовремя спать или хотя бы в двенадцать. Ну, ладно, в два уснуть их, самое позднее в десять встать. Ну, и потом по физическим причинам в итоге я это полдня лежала. То спала, то не спала. Причем у меня на планшете бзикало, потому что на человека приоритет стоит. Думаю, чужой мне в час ночи планшет булькнул. Вроде все вырублено. Я там поставила с девяти вечера до восьми утра, что ли, у меня там этот, типа тихий режим. А здесь у меня просто был совсем без рука. А потом что-то клюлось в телегу. Смотрю, а там сообщение. Ох. Я сейчас еще чаючку долгану. Друблюсь пока. Вот здесь же у меня как бы растопленный мед на водяной бане. Еще я какая-то такая сопливая. У нас со вчерашнего дня наконец-то отключили батареи. Я уж думала, все лето нас топить будут. Здесь у меня сейчас практически одна заварка. Думаю, что он сам по себе такой полупрозрачный, немножко зеленовато-желтый этот тайпин. Волосина какая-то. Я линяюсь, Шуре. Да не практически одна заварка. Я даже не разбавляла. Потому что она не особо горячая. Мед местами, он внизу уже такой сахарится, а сверху он еще нормальный. Ну, это прошлогодний мед. Мне, короче, надо было растопить меда, потому что я делала... Сначала хотела тахини сделать, а в итоге сделала туб халу. Правда, у меня случилось одно неприятность, и пришлось резко остановить взбивание, потому что надо было не сувать то, что не суется. Выбрать то, что туда попало. А уже потом смешать с медом. У меня тут как руки сзади. Видно, там нет. Вот здесь, короче. Мед в сотах. Хотелось бы сказать, от пчел, улетевших на юг, но на самом деле, там, по-моему, просто это тулей разогнали. Ну, и старых гнездовых рамок повырезали. Я хотела сегодня сделать шоколад. Ну, какую-нибудь по шоколадную пасту. У меня, конечно, есть паста шоколадная, но такая более, как шоколад, плотная. Одну контейнера в деревню сезон, один тут стоит. Ну, тут, думаю, расе есть гуселка. Его глюк-то словила. У меня же на достаточном уровне первый-то этаж окна над землей. Там какая-то муха пролетела, а я думала, кто-то прошел под окнами вот так вот. Рост там почти два с лишним метра. Точнее, даже два с половиной с лишним метра. Короче, хотела растопить. У меня там какао тертое, ну, которое я сама парилась с какао-бобов. Кусок есть. Потом какао не совсем тертое, ну, бобы я тогда молола. У меня, по-моему, тогда еще не было этого. Или чем я молола, или я их просто не до конца. Ну, короче, я их молола. Те бобы не в этом, не в Беломиксе. Фиг знает. Там такая прессованный такой как бы шоколад с крупинками. Из какао-бобов тоже. Ну, думала, какао тертое растопить свое самопально, добавить туда, ну, в Мармите. На Арике тоже уже есть отзыв на Мармит. Но я пока пять штук записала с момента, как восстановила свое желание. Восстановилась на Арике. Короче, термином 15 отзывов, ибо было всего лишь 10, но не суть важна. Мне что-то так прет писать эти отзывы. Один и написала, потом за какой-то день, аж два сразу родила. Так вот, я хотела в Мармите растопить какао-масло. Какао тертое, добавить покупное какао-масло и добавить уже эту самопальную сгущенку. И думаю, может, у меня же есть где-то миндаль, думаю, может, миндальную пасту зафигачить, а потом уже это все соединить, а потом что-то как-то это. Вспомнила, что вот у меня тут есть эти шкурки тыквы, сушеные, что если их измельчить, то можно в еду добавлять, я пока их не измельчала, только высушила. Потом нашла этот миндаль, думаю, измельчу, потом миндаль сделаю, потом думаю, блин, надо это, еще куча всяких дел. А потом подумала, в принципе, есть пока что жрать. Ну, короче, потом, может, что-нибудь сделаю на днях. К тому же, мне сейчас вроде как не сколько хочется, сколько тупо хотелось это сготовить, а не съесть. Вот больше прет просто чай пить. А не чай с медом. Ох. Ну, где-то 2-3 заварки выдерживает. Ну, 2 конкретно так. Если постараться, то и 3. Если еще и побольше положить. Дорогой, сволочь, блин. Стал сейчас в наличии за 400 с чем-то за 50 грамм вот жаба душит. Ну, не считая того, что я 17 тысяч пенсию получу, еще 5 тысяч мне отдать и 5 тысяч за хату, сколько там останется, жить на что-то надо. Плюс, еще я 5 тысяч должна буду в июне отдать. Я-то сначала думала сразу 10, а мне родственник говорит, ты на что-то жить будешь. Я думаю, ну, на 2 тысячи там как-то это. Потом думаю, у меня иногда на молоко, ну, раз в 10 дней, раз в неделю, в 10 дней у меня то 500, то 400 на молоко уходит. А мясо же охота. Поэтому я как-то, мне сказали добро, что можно вообще не торопись отдавать. Ну, я подумала, что раз можно не торопиться отдавать, то можно разделить на пару месяцев. по 5 тысяч сразу. Кайковенько. Зритель, если ты любишь бухать колитный зеленый чай, просто какой-то чай такой, без никто, то вот он, вот, он похож на этот самый, на какой-нибудь гуанин. Такой же тонко-цветочный аромат по вкусу. Единственное, что вот он более такой зеленый. Гуанин он более желтый, а этот более зеленый, ну, если можно так сказать. В нем есть оттенки зеленого, особенно у самой первой заварки, плюс у него вот эти листики, они действительно вот такие вот, и когда завариваешь его, то они, ну, какие-то темные, вот так и остаются темными. Видно, не видно, а какие-то вот более светло-зеленые, они тоже такими же вот колеси. Ну и чем он пахнет? Такой же. Хрен знает, чем он пахнет. Но он не пахнет так, как, допустим, гуанин, который как бы с легкой такой горчинкой пахнет. Не пахнет, как, допустим, зеленый, обычно там порох какой-нибудь. и вообще чаи стала нюхать не так давно, году 2010, 2007, 2008, 2009, 2010, где-то вот так. Потому что, наверное, в году где-нибудь 2010, потому что как-то не загонялось, что чаи должны пахнуть, а у меня так за счет все окружение литературное было, плюс-минус, около, и они все, блин, что-то чай нюхали, нет бы пить его, они его нюхали. Хорошо не курили. У меня были в моей среднешкольной период девчонки, которые курили Гиту, нет бы ее пить, заваривать. Но они ее курили. Реально курили чай, я не представляю, как они его курили. В смысле, я помню, как они его курили, но я все равно не понимаю, что зло извращение. Чай надо заваривать и пить. Я тут на одну манку подсела, где-то за три с половиной дня ее осилила, а еще я в прошлом месяце, и частично в этом, аж донатила на читалку платную, потому что больше нигде не было русского перевода на некоторые манги, манхвы в основе. А Анлей-то тоже, ну как бы, если бы был Анлей-то, я бы Анлей-то почитала, но Анлей-то местами отставал от русского, а местами его вообще тупо не было. И они более-менее так меняемо эту команду переводили, хотя другая команда вообще над мозгом полнейшая, по большей части, так это там цены одной страницы, одно имя раз 15 могут переврать. Ну, подумала, ладно уж, так приспичило, не помру я, 300 рублей-то на донатиш. Точнее, первый раз 100 кинула, второй раз 100 кинула, у меня там 5 этих рублев осталось, я думаю, ну сейчас это 60 закину, точнее 55 закину, как раз вот на оставшиеся главы хватит. Оказывается, меньше 100 рублев донатить нельзя, у меня там как раз оставалось с той с чем-то на карте, я думаю, вот беседка. Сама, значит, такая вся бомжовая, дочиталку, кидаю платную. Подруга тут ко мне приходила, я говорю, представляешь, купила, говорю, паншет, 10 тысяч должна. Иду мимо магазина, мне ничего не надо, сидит котик Вася, как не покормить, зашла в магазин, купила два пакетика, котик у Васи и черной кошки. Говорю, вот так она, я говорю, вот черную кошку тут кормила, а серого котика Васю, черная кошка оказалась старенькая, с седыми волосами. Ну и я тут уже пять лет живу. И она до меня, ведь сколько-то еще жила тут, ну, в смысле, в этом районе. И она, ей в нашу половину сосиски с кошкой своей поделилась, ну, в смысле, разделила ей той. И она часть сосиски съела, а часть, я думаю, что же она ее, вроде, жрать хочет, а никак. И тут я на нее присмотрела, смотрела, она уже старенькая. Я ей купила мокрого корма пакетик, а ей, оказывается, там добрые люди, которые тоже их кормят, поставили там две мисочки в уголочке у дома. Думаю, какое счастье. Может, они давно стояли, но я же слепая ни хрена не вижу. А тут что-то подошла к кошке, я смотрю там мисочки, я туда вывалила. Уж лучше, я говорю, кошка, вот смотри, говорю, добрые люди тебе положили в мисочку. Всякое лучше, чем с асфальта грязного съедать, особенно жидкий-то корм. Ещё бы что-нибудь такое поставили у магнита, как вот солнечном, у магнита стоит там мисочка, и несколько кошек там кормятся. А у нас как-то это, иногда выйдешь, кота покормить, и какой-нибудь алкаш рядом присобатился с сигаретиной и дымит на тебя. Будто ему потомить в другом месте нельзя. На меня и на животное, ну не это. У меня только матом английский на эсперанто слова всплывают. Ну не куся ли он, а? Ну ладно, ксов. Ну можно же сказать и куся. Так вот, еду, кошки выливаю, ну дала я этот корм, думаю, ну может корм сожрёт, смотрю, корм сожрёт, и я поняла, что она уже такая древненькая. И ей вот уже под силу только жиденький какой-нибудь корм. А я ещё думала, может купить пакет какой-нибудь корма сухого, думаю, но если сосиску не ест, значит сухое тоже будет проблемное, значит надо ей только жидкий корм. Жалко, что жидкие корма только вот такими маленькими. Причём, какой-то корм 85 грамм, там ну 10-12 рублей как-то так вот по жёлтому ценнику. Мне кажется, он примерно так и стоит. А вот эти кики-киты, вискосы, хренискосы, ну другие, короче, фирмы, которые типа подороже, они даже какие-то супер-супер подороже, они все почему-то стали 75 либо 70 грамм, а некоторые 65 грамм. Думаю, блин, там пакетик это на один зуб. Он и так-то небольшой, думаю, в чём прикол. Думаю, бабло получу, но я буду, если увижу этот корм по 10-12-11 рублей, сразу 10 штук купить, чтоб сумки болтался. Так что зрители, ты хочешь поддержать мой канал? Вот здесь где-то вот облачко. Я соображу, как его в собачеке на новой монтажке, на планшетике, потому что я пока ещё не, ну, как бы, буду методом тыка. Хотя я Mavavi тоже поставила, но Mavavi клип я ничего не пробовала вообще ни разу, как бы, не знаю, как там есть вот эти облачка или нет. Но что-то всё равно буду монтировать на ноутбуке, потому что 4К, хоть я и редко пишу, но 4К, короче, монтажу на планшетах не поддаётся. По крайней мере, на том, который я купила. на том, которым поддаётся, у меня столько денег, которое здесь не было. Короче, а если ты хочешь, чтобы я покормила котиков, и при этом не тратила, если хочешь мне помочь в этом, то вот здесь тоже будет облачко, в принципе, всё на один счёт. Просто кидаешь мне донатики, пишешь, Лёля, я хочу, чтобы ты вот этим покормила котика. Котика вашу, там, чёрная кошка, я не знаю, как её звать, её как-то обзывали, но хрен, нужно, как сказать. Там ещё есть какая-то чёрная кошка, её вроде как Муркой зовут, но по-моему, это кот. Хотя, может быть, их вообще два. Я ещё вчера случайно шорс удалила с телефона, который не заливала, снимала в апреле, но как бы он, может, даже и неплохо, что я его удалила, он там на 11 секунд был. С одной стороны, я даже думала, заливать его, не заливать, но с другой стороны, как-то это, обыдно. Я сначала с флешки, снова-то случайно, винда, гвинда, случайно удалила ролик, который снимала там с запчасти, ну, короче, там что-то из аксессуаров до DJ, ещё в январе заснятое. Буквально на 2 минуты там что-то с чем-то. А потом на телефоне, также через винду. Удаляешь, и оно в корзину не падает, как, допустим, на линуксине или на самом аппарате. Сразу намертво. Кто-то этому в тереге сразу поставил палец кверху. Ну, из тех, которые любят радоваться жужим проблемам, думаю, ну, ладно, хрен с вами. Так вот, я пришла к выводу, что надо всё-таки исходники шорциков оставлять на всякий случай, а потом уже после того, как залила, можно будет удалить. потому что я обычно шортики сжимаю в иншоте, который у меня платной подпиской на телефоне. Ну как, я на год купила по скидке 400 с чем-то рупий. в конце этого года уже 800 с чем-то рупий год. но удобно, там каких-то бонусных штуков есть. А так приходилось рекламу просматривать, пока сохраняешь. юхуд, по-моему, да, ну, в общем, того же автора шои иншот. я понимаю, что ты тряпочка для стёкол, я тобой вообще очки протираю, но тут чай капнул. Ты хорошо впитываешь. Прости, Гринвей, я твоей тряпочкой что только не делаю. практически слился. Уже не настоится. Ну и ладно. Может, у меня сейчас настроение этого чая. Я тут по большей части ем, говорю, ну, в смысле, пью и говорю. И совсем чуть-чуть поела. Ну, как бы это. Мёд я поела, творожок я поела. Ох, зрите, я надеюсь, ты пожрал. Если у меня фейс красный, то, ну, меня как-то колбасит. По техническим причинам. Поэтому это нормально. Красный фейс. Ну, не помидор же. Чё это? Чё тебе сказать? Если ты ждёшь СМР и вот узнал, что я тут собиралась записать и хочешь меня подтолкнуть этому, подпишись на Бусти СМР. 200 рублей в месяц. Если ты ещё что-то ждёшь, можешь просто в каментах написать. Ну, или типа того. Ну и я надеюсь, ты всё-таки поожрал хоть чуть-чуть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok